Без политической полиции, наверное, не может существовать ни одно государство в мире. И, наверное, наиболее известным ведомством подобного рода в Российской империи было третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Это учреждение возникло в 1826 году, вскоре после восшествия на престол императора Николая I и завершил свое существование в 1880 году, незадолго до гибели императора Александра II. В нашем расхожем представлении третье отделение, жандармы. Жандармы – это представители корпуса жандармов, такого исполнительного органа третьего отделения. Это гонители и душители свободы, сатрапы, палачи. Ну, конечно, не без этого, потому что главной задачей любой политической полиции всегда и везде является предупреждение и пресечение политических преступлений. Так что без этого никак не обойтись. Но мне бы хотелось подчеркнуть некоторые особенности деятельности третьего отделения, которые могли бы как-то это расхожее мнение скорректировать. Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что третье отделение существовало в составе личной канцелярии императора. Это значит, что его деятельность не регулировалась никакими юридическими нормами, во-первых. И это значит, что подотчетно оно было лично императору, во-вторых. И вообще такое стремление руководить страной через свою собственную канцелярию – очень характерная черта для Николаевского царствования. Он хотел сам лично, действительно хотел вникнуть буквально во все мелочи жизни подданных. Хотел обеспечить такой всеохватный контроль над всей жизнедеятельностью империи. И вот обеспечить этот контроль должно было третье отделение. Он действительно на него рассчитывал. Он действительно доверил это ведомство своему личному другу. Первый руководитель третьего отделения Александр Христофорович Бенкендорф абсолютно никакими политическими и сыскными талантами не отличался, но это был человек, которому император Николай лично доверял. То есть это вот такого рода ведомство, такого рода заведение. Видимо, этим объясняется такая широта функции третьего отделения, чем оно только бедной не занималось. Что-то оно должно было за всякими сотрясателями основ, естественно, следить. Оно должно было наблюдать за местами заключения государственных преступников. Оно должно было наблюдать за мнением общим и духом народным, как тогда выражались, то есть за общественным мнением. Оно должно было наблюдать за религиозными сектами, за разными общественными объединениями, там, кружки научного общества, вот такие вещи. Оно должно было наблюдать за фальшивомонетчиками, за иностранцами, въезжающими, выезжающими и живущими в пределах империи. Оно должно было собирать и систематизировать сведения обо всех вообще происшествиях в империи. То есть пожары, наводнения, эпидемии, грабежи, убийства. То есть широта какая-то невероятная, казалось бы. И худо-бедно со всем этим оно справлялось. Причем самым главным вот из всего этого спектра функций было наблюдение за действиями чиновников всех рангов. Почему опять же? Потому что Николаевское царствование определяется и справедливо определяется как бюрократическая империя. Николай действительно рассчитывал на аппарат в своем управлении страной. И при этом он прекрасно знал, что аппарат этот функционирует далеко не идеально. Чиновники взятки берут, дела тянутся годами. В общем, не все прекрасно в Датском королевстве. И если такая была у него идея, если все это прекратить, преобразовать, если создать целесообразность и такую гладкость работы этой системы, порядок будет. Порядок это вот главное его такое, идея его главная, которую он хотел бы для страны осуществить. Будет порядок, подданные будут благоденствовать. Вот так ему хотелось думать. Ну, наверное, так бы и было, если бы все это удалось. И, кстати, о подданных. Еще одна черта работы третьего отделения, о которой обычно немного говорят. Эти самые подданные в третье отделение присылали колоссальное количество жалоб и прошений на высочайшее имя. Действительно, огромное количество. Это тоже нетрудно объяснить, потому что в условиях произвола чиновников всех рангов и, как бы мы сейчас сказали, юридической безграмотности населения люди совершенно справедливо считали, что наиболее верный и скорый способ решить проблемы – это подать жалобу в третье отделение. Оттуда она непременно дойдет до царя-отца, ну а царь-отец уж разберется. И действительно разбирался. Существует такая легенда о белом платке, который император Николай вручил Александру Христофоровичу Бенкендорфу, первому главноуправляющему третьим отделением, когда он пришел к нему за инструкциями. Николай, передавая ему платок, сказал «Чем больше утрешь ты слез несчастных, тем лучше». И нередко третье отделение действительно выступало тем органом высочайшей опеки подданных, каким мыслил его Николай, создавая эту организацию. И, может быть, вот это разнообразие функций привело к тому, что третье отделение не справилось со своей главной задачей – с предупреждением и пресечением. Пресечение, оно всегда идет на шаг позади развития революционного движения. То есть что-то случилось, и потом уже начинается следствие и так далее. А с пресечением еще хуже. То есть для того, чтобы пресекать преступления, вероятно, нужно внедряться в среду преступников, то есть развивать секретную агентуру и так далее. Функции третьего отделения были переданы МВД. В его составе был создан департамент полиции, и вот они уже потом развивали все эти методы работы, дальше и дальше, сконцентрировавшись уже на главной задаче политической полиции. А третье отделение императора не уберегло. Он пал от рук террористов. И еще мне хотелось бы заметить, что тем, кто интересуется сюжетами, связанными с третьим отделением, было бы, наверное, не лишнее ознакомиться с отчетами третьего отделения. Нравственно-политические обзоры, которые в этих отчетах содержатся, опубликованы. То есть для этого не надо идти в архив. Потому что отчеты эти ежегодные, и потому что, судя по ним, можно проследить о том, как изменялись приоритеты в деятельности политической полиции. Что было важно, скажем, в 30-е годы, а что было важно в 60-е. Это совершенно разные вещи, разные сюжеты. И изучая эти отчеты, можно увидеть те проблемы, которые еще не изучены сегодня, и на которых стоило бы остановить внимание исследователям и тем, кто просто интересуется историей. Редактор субтитров А.Семкин